Военно-политический анализ с Игорем Коротченко Что где-то в миллионе километров от Земли проходит орбита астероида, который потенциально опасен В связи с чем председатель военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин сказал, что это вообще цель номер один Теперь у нас есть чем заняться Очень бурно в интернете обсуждается эта тема, пройти мимо неё невозможно Понятно, что это, в общем, немножечко такая полнаучная фантастика Но, тем не менее, на каком уровне вообще может идти речь Каким образом мы можем защититься, в конце концов, от этих страшных небесных камней К сожалению, в ближайшей исторической перспективе лет, так я думаю, ну как минимум 50 или 70 Никаких средств надёжного предупреждения о сближении астероидов с Землёй, тем более их уничтожения, не существует Это связано с объективным процессом Потому что существующие системы противовоздушной, противоракетной обороны, они предназначены в первую очередь обнаруживать, скажем так, цели, которые созданы руками человека Это баллистические ракеты, это самолёты различного класса, летательные аппараты Понятно, что современная баллистическая ракета имеет скорость не более 7-8 км в секунду Соответственно, все системы перехвата работают именно исходя из этих скоростей Ну и сама система обнаружения и наведения, она построена на радиолокационном принципе Соответственно, применительно к атаке и поражению данных целей Что касается астероидов, астероиды, во-первых, имеют совершенно иные размеры Это первое Второе Не существует, кроме методов классической астрономии, пока что Каких-либо способов определить орбиту и, соответственно, вычислить возможное время прохождения вблизи Земли Либо столкновения с Землёй Ну просто не существует Только методы классической астрономии, те, которые были ещё во времена Коперника Ну, другое дело, что сегодня существует, конечно, другая расчётная база Электронно-вычислительные машины, суперкомпьютеры Но сам принцип обнаружения, отслеживания и вычислений Он базируется на методах классической ещё вот средневековой астрономии И самое главное Понимаете, ну вот Астероиды летят со скоростями там Ну, 50, допустим, километров в секунду, да Входят в атмосферу Земли под углом, ну, близком к 90 градусов Иногда там этот угол меняется, там 45 градусов, но не важно Какими методами мы там в миллионе километров от Земли можем обнаружить этот астероид? Методы радиолокации не подходят Других методов сегодня не существует Дальше он начинает там сближаться Там скорости такие, что современная система ПРО, она просто не способна работать на таких скоростях Ну и перехватывать чем? Чем наводить? Чем управлять? Понимаете, вот как бы в обывательском плане, ну, казалось, что там Смотрели Армагеддон, понятно, как надо реагировать Но и то в области научной фантастики других методов не придумали, как высадку на астероид Соответственно, шаттлов, бурение, закладка ядерного заряда и его подрыв Но, еще раз говорю, ни современная космонавтика, ни тем более современные методы расчетов Они не позволяют нам реализовать такую операцию Не готова пока Земля, человечество к решению подобного рода задач Хотя, конечно, опасность реально существует Наверное, вот этот призыв, это пример, он подстегнет прежде всего, конечно, работы в области создания системы воздушно-космической обороны Но, знаете, для нас гораздо более актуальны сегодня те американские, китайские и другие военные разработки, которые ведутся Вот против них мы должны реагировать Но, что касается астероидов, очевидно, все это дело отдаленного будущего Игорь, ну, с одной стороны, понятно, что ждать эти астероиды не будут И если он прилетит, то прилетит Скажите, пожалуйста, а действительно никто не смотрит прицельно в небо на предмет обнаружения подобного рода опасностей? Ну, смотрят, разумеется, астрономы, астрономические обсерватории, есть там телескопы на орбите Но, еще раз повторяю, понимаете, вот Это не как вот систему предупреждения о ракетном нападении? Да нет, о чем мы говорим? Нет, конечно Самое главное, что система предупреждения о ракетном нападении, она работает на понятных алгоритмах Есть орелекционные станции, они смотрят в определенный сектор пространства А, скажем, осуществляется пуск баллистической ракеты Эта ракета обнаруживается, система, так сказать, включает режим боевой тревоги Вычисляется траектория полета И противоракеты стартуют в эту точку для того, чтобы осуществить либо кинетический перехват Либо ядерный перехват путем ядерного взрыва на пути боеголовки Которая в этой плазме погибнет и не донесет ядерного заряда Технологически все это понятно, как работает Но ракета стартует с земли, понимаете, скорость у нее не более 7-8 км в секунду Это уже на этапе, так сказать, как бы средины, срединного участка траектории Ее размеры, ну, они понятно, определены, ну, максимально там метр-полтора в диаметре Ну, там, до двух метров, трех метров по длине То есть вот боеголовка, она достаточно компактна, она уязвима, поскольку создана инженерным способом, да И там любое соприкосновение с ней на сопоставимых скоростях другого тела приводит, так сказать, к мгновенному уничтожению А здесь, представьте, летит, ну, там мастероид 2-3 км в поперечнике Со скоростью, там, 50-70 км в секунду, в секунду Его не обнаружить, не сбить невозможно То есть наука сегодня не способна решать эти задачи Поэтому рассчитываем на то, что такие события, они там происходят раз в несколько миллионов лет И дай бог, как говорится, нас эта чаша минет Но в практическом плане, конечно, здесь необходима интеграция каких-то усилий, научный поиск, возможно Но сразу говорю, вот, надо сразу отсекать шарлатанов и авантюристов, которые бросятся с предложениями Знаете, у нас есть здесь один товарищ, в кавычках, который там предлагал на базе взрыва Был ажиотаж после Челебенского метеорита Создать некий федеральный центр, значит, там, воздушно-космической обороны Под который, значит, он бы его возглавил А туда бы нагнали бы всех предприятий, он бы пилил бюджет Понимаете, ну зачем нам это надо? Это совершенно научно-технический авантюризм И здесь важно вот отсекать таких вот людей, которые... Истинная цель которых, в общем-то, ну, банально понятна в условиях рыночной экономики Поэтому их надо беспощадно отсекать, выбрасывать за шкирку от той оборонной кормушки Которой они рвутся, чтобы присосаться и попилить бюджеты Потому что их истинные цели понятны В то же время нам необходимо системно работать над системой воздушно-космической обороны У нас есть головной интегратор, концерн ПВО «Алмаз-Антей» Который производит всю линейку огневых срезов, частично ради локсона И в перспективе создания, ну, будущего концерна воздушно-космической обороны Надо вести именно на базе концерна ПВО «Алмаз-Антей» Путем присоединения туда еще ряда предприятий разработчиков и серийных заводов Которые выпускают там РЛС, большой, за горизонтной дальности Космический эшелон предупреждения, там, пуска баллистических ракет и так далее Для нас это сегодня гораздо более актуально Понимаете, это все равно как сейчас заниматься борьбой с этим метеоритом Это все равно как сейчас вирус бессмертия искать, понимаете Можно создать кучу институтов туда, флоренбюджета государственного Но результат будет понятен какой При этом я сразу говорю, постановка, в принципе, которую ставит Дмитрий Рогозин Она правильная, это необходимая, я так понимаю, его задумку, идея Чтобы интенсифицировать научно-технический поиск Но это у нас есть академические институты в системе Российской Академии Наук Есть фонд перспективных исследований Вот они должны концептуально какие-то вещи заниматься И как бы в целом прогнозировать, как и что, на каком этапе развития науки и техники Через сколько лет, какими средствами, возможно, мы сможем решать эти задачи Но в практическом плане, конечно, здесь надо понимать Что, к сожалению, ни у нас, ни у американцев, ни у китайцев, ни у кого в мире Пока противоядия против таких метеоритных угроз не существует в принципе И не будет существовать еще как минимум 50 или 70 лет Ну да, и получается, что у нас даже фантазии может не хватить на то, чтобы понять Условно говоря, через эти самые 50 лет Какую машину или принцип можно будет применить для того, чтобы перехватить этот самый Ну понимаете, чудес в науке не бывает и в военной области Прежде всего необходимо обнаружить Средств обнаружения не существует Раз Дальше необходимо после того, как он обнаружит, взять его на сопровождение Для выдачи цели указания У нас сегодня один метод существует Это, собственно, на базе радиотехники, радиолокационный метод Но не работает на таких дальностях, на таких скоростях, понимаете И, наконец, чем забивать Даже противоракета с ядерным зарядом, она не способна уничтожить А какую-нибудь большую-большую ракету Петр, ну понимаете, ну опять же Это из серии, давайте, так сказать, попугаем Но не работает, к сожалению Не работает Поэтому здесь важно не впасть в научно-технический авантюризм Надо реагировать спокойно Отсекать, как я сказал, авантюристов За шкирку их оттаскивать При этом заниматься научно-техническим поиском А с позицией, ну да, Российской академии наук Фонда перспективных исследований Очевидно, надо вкладываться и в астрономические исследования Необходимо постоянное пополнение Введение международного каталога астероидов Но это делается Но, тем не менее, как бы, вот Фундаментальную науку надо финансировать А не научно-технические авантюры А за счет финансирования фундаментальной науки Физики Астрономии Ну, других вот таких, знаете, наук Возможно, здесь на стыке что-то и родится Когда-то Будем надеяться В конце концов, летают же действительно эти камни вокруг И даже иногда под Телябинском Их небольшие собратья приземляются Да бог бы с ними Давайте действительно на Землю вернемся Были несколько сообщений О успехах Российского оборонно-промышленного комплекса На внешних рынках В том числе мы с вами в прошлый раз как раз обсуждали Поездку министра обороны Шойгу в Перу и Бразилию И перспективы ВТС с этими странами Чуть позже Вернее, параллельно появилась информация О возобновлении, по сути дела Военно-технического сотрудничества С несколькими африканскими странами Прежде всего с Анголой Появилась даже цифра 1 миллиард долларов На такую сумму Якобы Анголы готовы купить у нас оружие В общем, это же очень крупная сумма, правда? В целом ангольский бюджет предусматривает потратить до 6 миллиардов долларов На модернизацию и переснащение вооруженных сил Страна, в принципе, относительно благополучная По меркам Африки Там есть алмазы, там есть нефть Другие природные ископаемые Которые Анголы добывают И осуществляют поставки на экспорт Поэтому деньги в стране есть Политическое желание купить оружие тоже присутствует Что же касается конкретных контрактов Ну, в любом случае От момента переговоров до контрактации Проходит существенное значение времени Ну, там по-разному бывает Иногда и за 3-4 месяца подписывают контракты Но, как правило, это годы работы Годы работы, хотя бывают и быстрые контракты Которые обусловлены просто форс-мажором А в перспективе Анголы рассматриваем, конечно Как важного нашего партнера в Африке Но, опять же, здесь мы сталкиваемся Будем с сильным китайским фактором конкуренции Китай активно присутствует На рынке Анголы И в плане поставок оружия И политически, экономически Влияют на происходящие в этой стране процессы Поэтому будем сталкиваться с китайским фактором А в целом Судя по тому, как провел Недавнее заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству Президент России Владимир Путин Он действительно сказал Достигнуты феноменальные масштабные успехи В сфере военно-технического сотрудничества У нас мы обязаны, прежде всего, конечно Нескольким структурам Главная наша структура в области торговли оружием Рособоронный экспорт Это единственный спецэкспортер Финальный То есть через него осуществляются все переговоры Поставки оружия Ну и второе у нас федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Как субъект, который организует и регулирует этот процесс Но в первую очередь, конечно, благодаря Рособоронный экспорт Который с каждым годом увеличивает объемы поставок российского оружия на экспорт Мы связываем наши успехи И, конечно, сегодня появляются, знаете, желающие вот эту монополию разрушить Говоря, что давайте нам право на экспорт финальной продукции Это там предприятие оборонно-промышленного комплекса Различного рода холдинги выступают с такими инициативами Я полагаю, что надо решительно пресекать подобного рода поползновения Потому что Рособоронный экспорт своей практической работой доказал Как он наполняет бюджет оборонки за счет экспорта оружия Поэтому разрушать эту монополию Это абсолютно преступно и недопустимо Это, во-первых Что касается предоставления предприятиям оборонного комплекса Право на самостоятельное сервисное технологическое обслуживание Да, здесь можно идти на такие формы Для того, чтобы сделать минимально короткими Вот эти временные параметры поступления заявки На вышедшую из строя деталь, запчасть, узел До момента поставки его и на заказчику Давайте вот такой пример Мы там покупаем машину, иномарку И как потом, если вдруг происходит какая-то поломка Обращаемся в салон И наше естественное стремление Чтобы как можно скорее, собственно, снова сесть за руль и поехать А здесь, прикиньте, люди покупают там оружие на миллиарды Сотни миллионов долларов Государство покупает Когда там нет какой-то запчасти Это все стоит мертвым грузом Какое-то вызывает, так сказать, законное раздражение И здесь вот нам именно упор на сервис И путем предоставления предприятиям права На гарантийное, постгарантийное сервисное обслуживание Модернизацию Здесь, наверное, надо идти на увеличение Может быть, даже субъектов ВТС Вот в этом аспекте Но поставки финальной продукции образцов И введение всего переговорного процесса Все это должно оставаться в руках Рособоронэкспорта Подчеркну еще раз очень важное значение наших успехов То, что и Путин, как президент и Шойгу Как министр обороны Они при своих зарубежных визитах Особенно в те регионы, которые перспективны Для продвижения наших интересов Они активно содействуют заключению контрактов Потому что поставка оружия, давайте говорить прямо Это большая мировая геополитика Поставляя оружие в ту или иную страну На дальних рубежах мы тем самым создаем барьеры На пути тех угроз Которые могут быть сформированы И продвигаться из этих регионов В отношении России Поэтому торговля оружием Это фактически обеспечение безопасности нашей страны На дальних поступах На дальних рубежах И поэтому этот процесс чрезвычайно важен Для нашей безопасности Игорь, о каких суммах сейчас идет речь? Я так понимаю, что объемы выручки валютной От продажи оружия за рубежом Достаточно большие Ну сумма порядка 13-14 миллиардов долларов ежегодно Там Рособоронный экспорт Фактически каждый год дает Где-то по 500 миллионов плюс Каждый год Вот с момента У нас же, понимаете, беда была Когда вот образовался Рособоронный экспорт У нас существовало на тот момент Три, собственно, госпосредника Одни занимались экспортом технологий Вторые промоэкспорт И Росвооружение Была конкуренция Плюс еще несколько предприятий Имело право самостоятельного выхода На внешний рынок С финальными образцами продукции То есть был демпинг Понятно, что, ну Там страна хочет купить Она специально делает заявки В две-в три организации из России Дальше стравливает их Чтобы путем демпинга Выбрать лучшее предложение Вот Путин положил этому конец Создав Рособоронный экспорт Сегодня эта система Она себя успешно зарекомендовала И самое главное Российское оружие Это, пожалуй, единственный Высокотехнологичный Машиностроительный экспорт Из России Больше, ну что мы Нефть, газ поставляем Ну там еще что-то А вот в области Машиностроения Оружие Ну это важный сегмент Нашего машиностроительного экспорта Игорь, а С чем сопоставимы Вот эти суммы 12, 13, 14 миллиардов Кто-то больше продает Американцы наверняка Продают только больше американцы Ну это понятно Ну а все остальные Там французы, англичане, немцы, китайцы Они ниже нас В этой табеле о рангах Но, конечно, фактор конкуренции усиливается Ну особенно на таких рынках Как индийский То есть где есть амбиции И деньги, чтобы потратить на перевооружение Здесь мы сталкиваемся с бешеной конкуренцией Порой очень агрессивной Нечисто плотной На грани фола Но, тем не менее Даже в этих условиях Как бы Рособоронэкспорт Собирает вот такие контракты Уникальные, пожалуй Ну вот сейчас будет Надеемся Завершена передача Индии Авианосов и Крамадити Да огромный труд Это вот для внешнего наблюдателя Абсолютно непостижимо А вот ну что там, да, казалось бы Что там 6 лет делают Россия с нуля создала современный Легкий авианосец Осуществила поставку авиагруппы Скомплексировала новейшие системы вооружения Энергетики, связи Радиоэлектронной борьбы Все в рамках этого проекта Вот Индия наконец его получит Но тем самым мы же понимаем Мы создали себе научно-технический задел А учитывая наши амбиции Строить авианос Мы фактически Выполняя этот заказ Создали научно-технический задел И под наши перспективные военно-морские проекты В студии «Голоса России» Пётр Журавлёв и Игорь Коротченко Мы продолжаем разговор о событиях в военно-технической В данном случае сфере Вы заговорили об Индии Как раз приезжает индийский руководитель В ближайшее время Скажите, пожалуйста, Игорь Позиция Индии, место Индии В военно-техническом сотрудничестве с Россией Вернее, с российской стороны Индия сегодня это партнер номер один И с точки зрения объемов поставок туда российского оружия И с точки зрения реализуемых проектов Совместный истребитель пятого поколения Мы делаем с Индией У нас с Индией совместное предприятие По производству сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» Только с Индией у нас такие проекты Индия реализует масштабные лицензионные программы По выпуску российских танков Т-90С По выпуску многофункциональных истребителей Су-30 МКИ Еще целый ряд проектов Как реализуются, так и находятся в стадии отработки То есть для нас это важнейший партнер И кроме того, это наш стратегический Я не побоюсь этого слова, союзник В отстаивании принципов справедливости на международной арене Индия это великая страна И безусловно региональная сверхдержава В конце концов это член ядерного клуба Де-факто Именно Индии мы отдаем в лизинг Атомные многоцелевые подводные лодки Больше никому не даем То есть партнер номер один, этим сказано все В то же время индийский рынок в последние годы Становит все более и более жестко конкурентным А туда выходят американцы Сняв прежние санкционные ограничения Очень активно французы, англичане, израильтяне Украина на этот рынок же идет Поэтому там как бы очень все жестко И среда она очень такая неблагоприятная Знаете, с распространственными объятиями тоже нас не ждут А индийская сторона реализует принцип диверсификации Источников закупок вооружений Обязательно присутствуют офсетные программы И так далее То есть для того, чтобы победить Наш оборонно-промышленный комплекс Работает порой на грани технической реализуемости Тех или иных проектов Но слава богу, пока мы соответствуем тем требованиям Которые есть у индийской страны Игорь, а давно Индия в номер один? Ведь в какой-то момент Больше всех покупал у нас Китай Да, это было так Китай и Индия Это вот были две страны Которые глобально, ну будем говорить, что российский оборонно-промышленный комплекс В 90-е годы и в начале 2000-х годов был сохранен и спасен Благодаря китайским и индийским заказам Китай сегодня уже не является страной номер один Но все равно объемы сотрудничества есть Но они, конечно, уже иные Поскольку Китай развивает собственные возможности В сфере производства оружия Что касается Индии, Индия по-прежнему остается нашим ведущим партнером Подтягивается под эти же параметры Такие страны, как, например, Алжир, Вьетнам Но Китай уже уходит Возможные будущие сделки с Китаем Будут связаны с поставкой партии истребителей Су-35 И зенитно-ракетных систем С-400 При, правда, одном непременном условии Что будет подписано специальное лицензионное соглашение Об охране интеллектуальных прав российских разработчиков То есть китайская страна должна взять на себя обязательства Не клонировать и не заниматься пиратством В области производства аналогичных систем Игорь, а правда говорят, что вот китайцы ушли с этого первого места Прежде всего в силу того, что все, что они могли купить А мы могли им продать Они купили, а мы продали И дальше уже, я не знаю, договор о ракетной технике И на распространение Нет, это не так В основном, все-таки, Китай параллельно с закупками Они особо активно шли во времена дизайн-замене Когда этот китайский руководитель ставил во главе Поднебесной Тогда масштаб действительно сотрудничества был колоссален Параллельно с этим Китай активно занимался поиском мозгов В России, будем называть вещи своими именами Ряд конструкторов, инженеров были приглашены в Китай Для того, чтобы, грубо говоря, передать свой опыт, знания Китайским коллегам в рамках реализации тех или иных проектов И таким образом вот произошел трансфер технологии отсюда туда На этой базе и за счет, конечно, амбиций И, самое главное, финансирования советской модели В определенной степени управления военно-промышленным комплексом Китай сегодня добивается феноменальных результатов В том числе, которые для нас неприятны Я имею в виду результаты последнего турецкого тендера На системы ПВО большой дальности Когда китайский клон С-300 победил в этом тендере И Китай и Турция будут реализовывать теперь совместный проект В области создания турецкой системы противоракетной и противовоздушной обороны На базе китайских клонов С-300 Понятно, в общем, не очень красиво они себя повели А вы знаете, а здесь красиво-некрасиво Такие категории уже неприменимы, Петр Это называется многовекторная политика С волками жить, погулки выть Поэтому, знаете, развивая и уважая Китай Развивая сотрудничество Мы одновременно должны понимать, что это конкурент Там, где мы конкурируем, мы конкурируем Там, где сотрудничаем, мы сотрудничаем При этом, ну, у нас отношения хорошие С Китайской Народной Республикой И это важно Но в то же время в области торгово-экономических отношений В области экспорта оружия Здесь друзей, партнеров нет Своя рубашка влезет к телу, да? Здесь мы один на один С окружающим миром И здесь, ну, в определенности по нему России Стратегическое одиночество Но поскольку мы претендуем на самостоятельное место В мире, на самостоятельную роль Это неизбежное бремя Того выбора Которого сделал наш народ И наше политическое руководство Игорь, еще одна тема В завершении нашего сегодняшнего выпуска Буквально этой неделе Из города Вашингтона Пришла информация о том, что группа Американских сенаторов Объявила о неготовности Голосовать за ратификацию Подписанного Соединенными Штатами Америки Международного договора о торговле оружием Собственно, вся новость этим и исчерпывается Тут же зазвучали разного рода комментарии И предположения Что американских сенаторов Сдерживает прежде всего Мощнейшее американское оружейное лобби Для которого Вот этот самый МДТО Неприемлем По каким-то не очень понятным для меня причинам Но здесь, на мой взгляд, имеет смысл Если речь зашла о нем Об этом договоре Напомнить, что не только у Соединенных Штатов Есть претензии к этому документу Есть они и у России И у того же самого Китая Правильно ли я понимаю, что мы тоже пока не ратифицировали договор? Это так Российская позиция заключается в следующем Что никакие международные договора Не могут быть использованы Как политический рычаг на ограничение российского военного экспорта В те или иные страны Если не существует запрета По линии Совета Безопасности ООН Любые российские поставки Любым странам абсолютно легитимны Американцы хотят поставить По сомнению этот принцип Это первое И второе Россия настаивает на том Что поставки оружия Должны осуществляться Через специализированные государственные агентства Ну вот как у нас Рособоронэкспорт У американцев же Подход такой Что пожалуйста Любая американская фирма Ну и получив соответствующее разрешение Контролирующих американских органов Имеет право на такие поставки Ну там целый ряд нюансов Но мы принципиально не будем подписывать этот договор Он нам не выгоден Ну а в целом Я хочу сказать Что конечно сегодня у нас Уже оборонный комплекс В первую очередь Почувствовал приток огромных денег По линии госбаронзаказа А сегодня министерство обороны Сергей Шойгу ставит Вопросы перевооружения армии и флота В качестве приоритетных Поэтому Самое главное Что Шойгу сумел Доказать и сохранить Те базовые цифры 20 триллионов рублей Которые должны идти на перевооружение Хотя очень много было желающих сделать секвестр Со стороны Минфина Других так сказать Ведомств Со стороны наших либералов Которые достаточно влиятельны В экономическом блоке правительства Звучали цифры Так сказать Перенести эти расходы Либо обрезать их Хочу отметить Принципиальную позицию Министра обороны И военного руководства России Которые сумели Отстоять эти цифры И на недавней встрече с Путиным Это было подтверждено Что расходы на перевооружение Остаются неизменными С тем чтобы в 2020 году Решить поставленную задачу 70% нового образца оружия Ну и в заключение могу сказать Что был на этой неделе Я на Балтийском флоте Мы посмотрели Бригаду морской пехоты В Балтийске В том числе И в чем она нуждается Вот буду обращаться лично Как член общественного совета К министру обороны К начальнику генерального штаба С тем чтобы Обеспечить поставку В бригаду морской пехоты Балтийского флота Новейших образцов оружия БТР-82 сегодня там есть Но необходимы другие Современные средства Разведки Связи В том числе спутниковые Противотанковые комплексы Зенитно-ракетные комплексы Новые Вот все туда надо дать Потому что бригада стоит На передовом рубеже И понимаете Вот еще раз Вот моя политика заключается Она абсолютно четко Не надо размазывать масло Тонким слоем Вот сегодня Перевооружить одну бригаду Полностью показать Перевести ее на контрактную основу Потом вторую Третью Четвертую То есть тактика конкретных дел Которую даст Налогоплательщикам Гражданам России Ощущение в том Что действительно перемены идут Они позитивны Именно на базе таких вот Лучших соединений Российская армия В данном случае Бригада морской пехоты Балтийские Действительно Это мощь Испытываешь гордость Из-за руководства Из-за солдат Солдат офицеров Вот оружие надо Оружие Люди хотят Не хочу сказать Воевать Люди хотят Работать В том числе Морпехи российские Присутствуют На российских кораблях А в Средиземном море Понимаете Надо этим ребятам Офицерам Солдатам Дать самое новейшее оружие Чтобы и страна И все мы Гордились армией И видели Что вот Эти деньги Они материализованы Хотя бы там В первых бригадах Которые полностью перешли На новые образцы оружия И полностью стали контрактами Есть время Я задам еще один вопрос Кстати Вот о формированиях Новых ударных соединений Была информация Командующий ВДВ Шаманов Сообщил О формировании Десантно-штурмовой Десантно-штурмовой Бригады На базе Так я понимаю Как какой-то части Сухопутных войск Это возвращение К советскому опыту Ну Я думаю Все таки Не возвращение К советскому опыту Это понимание Того что У американцев Есть 82 Известная дивизия Ну Нам тоже Надо посмотреть Потому что Если мы говорим Десантно-штурмовая Бригада Соответственно Должны быть Ударные вертолеты Я так понимаю Либо Ми-28 Либо К-52 Соответственно Все необходимое Для того Чтобы решать Конкретные задачи Потому что Сегодня методы Классической войны Они уходят в прошлое Уже не будет Вот таких вот Танковых клиньев Ударов Многомиллионных армий Которые там Будут сходиться Друг с другом Будут атаковать Сегодня война иная Маневренная Быстрая Внезапная Проецирование Идет Скажем Ударных возможностей На там Сотни иногда Тысячи километров вперед И конечно То что Шаманов Укрепляет ВДВ Это тоже важно Потому что Знаете Такой здоровый Десантный шовинизм Почеркиваю Здоровый десантный шовинизм Вот некое Такое чувство Исключительности Никто кроме нас Это полезно Это хорошо Для того чтобы был драйв У войск Воздушно-десантных Бригад Дивизий Выполнить те задачи Которые поставит руководство Если вдруг Возникнет такая необходимость Ну раз Еще раз подчеркиваю Армии можно гордиться Вот сегодня действительно Есть и хорошие Военачальники Генералы Отличные Скажем Бригады Дивизии Техника Весь вопрос упирается В новую технику Ну сколько можно рассуждать О новой экипировке Ну вот создаем мы ратник Вот надо этот ратник Произвести Закупить И поставить В ВДВ Поставить В морскую Пехоту Именно в те части Которые находятся На острие Может не в обычные Сухопутные части Поставлять А именно в тех Кто на острие Кого могут перебросить В горячую точку Кто готов действовать В Сирии Если потребуется Отстаивать Жизни российских граждан И российские интересы Понимаете Вот именно эти части Опять же Силы специальных операций Вот То что вот на острие То что меч Меч безопасности государства Военный меч безопасности государства Именно туда Надо концентрировать ресурсы Давать новое оружие Потому что люди Ждут нового оружия Офицеры ждут Солдаты ждут Новые экипировки Понимаете А мы уже там Сколько вот времени говорим Что да 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 Масло масляно Масло масляно Пора приступать К конкретным поставкам И вот 28 Октября Будет заседание Общественного совета Я хочу выступить Доложить о своих впечатлениях От посещения Бригады морской пехоты И попросить Начальника генштаба Министра обороны Ну просто вот Директивно Насытить новыми образцами оружия Эту бригаду И показать ее стране Ну я радеюсь Что вы будете услышаны Главный редактор Журнала национальной обороны Игорь Коротченко В студии Голоса России Спасибо вам большое Спасибо Петр Мы увидимся через неделю Всего доброго Военно-политический анализ С Игорем Коротченко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА